ассалам алейкум дорогие друзья фермеру продолжает изучать сельское хозяйство кыргызской республики сегодня мы приехали на мясокомбинат но это не просто мясокомбинат это кфх правильно говорю крестьянская хозяйство перед нами айбек здравствуйте нурмухамед нурмухамед и айбек ну вы же братья потому я вас перепутал извините парни расскажи пожалуйста про предприятие чем занимаетесь в двух словах а подробнее будем смотреть там крестьянское хозяйство рейнер кенч занимается разведением крупнорогатого скота обильного узкой породы также сементальская порода и мы сами выращиваем сами забиваем скот и дальше уже до конечного потребителя я думал вы тут на рынке его покупаете которую у вас тут в 100 метрах и все зачем самим-то разводить нет мы еще и покупать и покупая и зайдем у местных жителей у нас три района ряда мы у них обязательно закупаем и также дальше перерабатываем и до конечного потребителя мясо местным жителям это очень выгодно должна быть отгармливать скот и сдавать вам на производство да напрямую они к нам приходят мы через весы у них покупаем как давно предприятие работает вот это предприятие мер перерабатывающие мясо комбинат сам открылся 15 мая этого года до а строительство мы начали 22 сентября закончили 15 января слушайте вы так быстро строите ничего себе а хозяйство тогда сколько лет кфх кфх с 95 с 95 года а до того как мясо комбинат открыли чем ну как продавали что что продавали именно до это занимались также производством производствами нашего сельхоз животных и их откармливали и на рынке продавали на рынке и приходилось на рынке продавать или ну или бишкек сдавать многие с такими проблемами сталкивались и на сегодняшний день пришлось построить такой комбинат чтобы не только наша продукция была да тут у нас на убой и простые жители жизни жители сел да напрямую но всех было хорошо что был был сбыт самый главный вместе с нами друзья мои находится пардавай назырович который организатор нашей поездки в кыргызскую республику спасибо тебе дорогой спасибо что знакомишь нас с сельским хозяйством с природой и главное с людьми спасибо пардавай пройдемте по ходу все буду рассказывать объяснять отлично вот так быстро только не видите что это у нас тут за бык ну это дизайн мамы дизайн мамы да главное все таки мама да она у нас дизайнер вот эта конференция переговорная конференциал собрание совещание встречи где тогда крутой сад должен быть здесь крутой сад что от панорамного окна смотреть а тут не можем смотреть на городе мы можем смотреть на горы отсюда у нас начинается уже производство это мы здесь коридор смотровая здесь каждый клиент который пользуется нашими услугами здесь он может полностью наблюдать мы можем открыть не мы сейчас спустимся усим себя мы обязательно спустимся здесь он полностью может наблюдать за конвейер как забить и за забили животного как шкуру убрали получается полный доступ к клиентам отлично отлично ну что пойдемте сразу на линию то есть здесь прачечная своя полностью и мужской женский туалет и до душевые душевые обязательно раздевалка чистая зона грязная зона все как положено как положено современный да здесь анализатор рук вот уже у нас тут важная вещь сан пропускник сан пропускник анализатор рук да здесь никто переходить не будет и отсюда пошли дальше здесь ребята в сапогах там кровь здесь полностью горячая вода они моют прачку все вещи оставлять потом раздевалку наш ветеринар главный инженер здравствуйте так вот она наша линия вот эта линия для мелко рогатого скота то что над нами а над нами да здесь где-то как тогда когда-то висит крупный рогатый скот да здесь для мелко рогатого здесь для крупно рогатого скота вы наверное заметили то что здесь делится на две зоны грязная чистая зона то есть красная это грязная зона черная серая тоже чистая зона здесь красной зоне забивается скот потом да корова да и на улице еще ожидают 12 голов так здесь у нас красной зоне шкура голова копыта здесь остается отделяется до отделяется и по конвейеру туда дальше отдельную комнату это як это як да вот як вот там висит як вот туда уходит шкура как урага оттуда вы дальше сортируется голова у нас крыса не чуть-чуть по-другому мы голову пока не обваливаем голову сразу отдаем приезжают люди покупатели сразу забирают голову копыта и шкуры сразу что они с ними делают шкуру перерабатывают шкуры понятно да а голова копыта голова копыта на базар на базары да там дальше уже они сами да это барабан шкуру полностью сдирает и дальше по конвейеру вот здесь у нас такой станок да вот эти все платформы поднимается вверх и вниз работает это полностью на воздухе понимать и когда пневматика а это вот что за платформа это для груди груди раскрыть грудную клетку раскрыть грудную клетку ножом мы раскрываем и потом аппарат там уже режем вот здесь вот у нас уже грудная клетка яка раскрыта здравствуйте аскад очень хорошо як очень вкусный мы пробовали яка здесь в кыргызской республике очень нам понравилось это пилоса да это для грудной клетки вы наверно заметили видите здесь тоже лента стоит внутренности падает и дальше забирает и по ленте уходят сюда здравствуйте и тут идет отделение кишок на кишки вы а кишки кстати говоря потом самое расправляется нурмухамед до кишки то потом используется обязательно пойдемте покажу то есть вот тушка яка кишки полностью моется чистом виде в тары уходит а здесь внутренности легкие и сердца печи сердце это мы вешаем так для того чтобы наш ветеринар осмотрел то есть пойдет не пойдет и потом уже дальше в холодильнике на переработку вот внутренности мы здесь оставляем давайте заглянем у нас вот так фасуется в отдельности это у нас рубец и это тоже идет на рынок да это все на рынок уже готова сейчас будет забирать уже потихоньку так вообще пользуются на рынком спрос большой спрос да да очень большой спрос на внутренности да здесь у нас уже пила на 2 туши на 2 части разделяем на 2 полу туши до полу туши но давайте может быть дождемся когда он будет или это долго еще пойдемте посмотрим и как бы набра на обратном уже уйдем за отлично слышите современнейшие предприятия супер да здесь вы заметили ветеринар кабинет ветеринар теринарная комната да а на втором этаже у нас своя лаборатория состоит из четырех комнат мы делаем полностью лабораторные анализы и дальше отсюда уже напрямую к магазинам здесь у нас платформа для ветврача помните я говорил про кабинет ветврача у нас идет первичный осмотр потом осмотра вторичный осмотр ветврача уже в тушевом виде первично у нас живьем осматривается потом уже в виде туши ну а до этого еще осмотрели легкий да легкий смотри да обязательно мы же даем гарантию нашим потребителям то что мы им дадим безопасный продукт или чистое мясо и ветврач берет определенный кусок мяса 100 150 грамм и отдает лабораторию для дальнейшего алла бра этот лабораторного заключения мы даем две формы форма номер два называется это на тушу и форма номер а и лабораторное заключение то что это уже безопасный продукт его можно кушать даже сыром виде то есть у ветврача на платформе есть вода полностью все есть он также может помыть ту же там где кровь очень круто и весы сразу же весы давайте отключу покажете да вот видите разделенная линия уже срезана так и здесь уже показывает вес то есть весы происходит вверху они стоят да уже по ходу по ходу до потоки так сказать до потоке даже конвейерная система да 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 нигде не должна туша останавливаться либо стоять все пришла весы весы вес показали принт нажали на f здесь чек вышел напечатал и да а сверху уже видно хозяину сколько килограмм вышел человек берем идем хозяину отдаем хозяин заходит бухгалтерию рассчитывается и уходит это занимает 20 минут то есть он от туши забой потрошение взвешивания 20 минут за 20 минут ты тебе забили почистили весы дали деньги забрал уехал отлично отлично дальше дальше уже идет душевая душевая здесь по пробору идет а под напором уже от крови чистим так и все все потом уже холодильники на дальнейшую переработку насколько здесь градусов здесь минус 5 парное мясо суда заходит охлаждается если хотите заходите но недолго я двери накрою вот у нас мясо уже а в кыргызстане принято что мясо созревает там висит неделю две недели да есть такой мы эту технологию вводим сейчас видеть уже печать стоит сверху заметили печати визит да 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 печать государства нам дает печать разрешение на то чтобы мы ставили печать это уже чистое мясо то есть полу туши готовы до минус 5 ребята ой 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 как тепло то здесь так так я-то разделся мы алексей да здесь у нас сейчас минус один быстро остыло да быстро здесь мы в одновременно можем забивать охлаждать 150 тонн мяса и держать вот этот объем то есть это производительность линии на 150 охлаждать в один момент у нас также есть этот шоковая заморозка минус 20 минус 40 пойдемте самый большой холодильник посмотрим но он теплый холодильник чел да он самый большой этот этот холодильник для экспорта мы холодильнике сидели чтобы туши не соприкасались а куда на экспорт отправляете ну надеемся отправлять казахстан таджикистан узбекистан для начала супер большая большой объем сколько здесь говорите в общем 150 тонн одновременно что 150 автоматически двигаются нет вот сейчас ребята автоматика до туши и оттуда же ребята сами делят разделяют на какой холодильник да вот у нас рельсы он он может оттуда пустить сильно толкнуть и все по конвейеру пошла дальше видите здесь ну здесь на крыском у нас написано а сапчи это для рынка холодильник для рынка здесь свое и рыночное не соприкасается понятно для мяса в смысле с рынка да да здесь кумтур наверное слышали про кумтур нет золотой рудник золотой рудник до самый большой рудник у нас станет там работает сейчас две с половиной тысячи человек и мы их кормим это для них да это для них специальный холодильник для них здесь у нас тоже отдельно мясо потихоньку мы понедельник будем отправлять сейчас начнем заготовку сегодня а что вы ну как их кормите то есть полутуши и поставляйте нет мы сейчас охлаждаем сегодня пойдемте на улицу здесь шумно здесь шумит здесь сейчас мы начинаем забой скота для кумтур воскресенье завтра у нас отправка сегодня забили он сутки простоял завтра в обед мы начинаем разделку ребер грудной клетки а ляшки ляшки цельными уходят мы все это на тары сейчас мы посмотрим вы видите и там они у себя уже готовят и кожа готовый продукт им до срой готовый продукт здесь минус 40 минус 16 один холодильник минус 16 мы не пойдем до заходить не будем сейчас вечер здесь полный будет полный будет за полный будет вечер а дальше минус 40 там еще одна комната минус 40 точно не пойдем здесь уже разделать салам алик здесь у нас разделочка разделка на разделке идет то есть вот это у нас вот помните я говорил мы грудную клетку разрезаем виде стейков вот это у меня такая красота слушайте какая красота мраморность потихоньку созревание заметили вот она мраморность идет потихоньку потихоньку созревает мясо круто 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 белое мясо так это все уже обваливается и походу же в рестораны здесь у нас идет обвалка для ресторана говорите да да вот видите мы чистим здесь жирок жир какой готовы уже чистое мясо идет готовы это у нас сейчас средняя здесь такое блюдо хошаны хошаны да именно для хошана вот это мясо самое вкусное шикарное мясо именно передняя часть прекрасно даже малу ресторан у нас заказывает передок шею там лопатку мы в ребята обваливает и а почему перчаткой металлической не пользуетесь пользовались мысляя с россии заказывал вот эти даже кольчужки кольчужки не режет и режет до ребят игрок чуть-чуть неудобно понятно ну ножи то тут должны быть острые 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 хорошие немецкие ножи так вот тут еще у нас хребет вот это ведь лишний жир мы все это убираем снизу алексей заметили идет сортировка разные до разные отходы да это разные отходы дальнейшую переработку уже бишкек бишкек да вот когда виде вы поставляете смотрите вот это хорошее мясо чистое это супер мясо это все это уже идет на колбасу и на фарш это же самое мягкое мясо да 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 а это идет на мясо костную муку жир так и кости тоже на мясо костную а собакам то даже не осталось ничего себе он обвалил его собаки обидится собаки обидится на такую обвалку конечно молодец молодцы класс классный цех здесь алексей я думаю много снимать не будем мы еще не закончили когда идет здесь будет ферментационная комната вот это созревание до созревания вот эти стейки а и дальше будет минус 20 еще одна большая комната здесь офис будет для завсклада и для погрузчика слушайте вы запустили производство не не пустив цех полностью получается да да фантастики а это для ошпарки комната крюки и заметили крюки у нас везде так сюда приезжает а грузоваривать зачем микробы же бактерии ошпаривать уже тушки да нет нет не ножки посуду и крюки да крюки то есть обрабатывать оборудование обрабатывать оборудование понял понял это думал с ушками здесь же конечно и конечно линия до погрузка пошла крюки вытащили занесли сюда я понял да здесь а шпарку произвели и дальше отправили туда в обратный путь до отправили как вы заметили на что нержавейка из нержавейки по стандартам так и дополнительные помощники наши самые лучшие решила туда веселки ребята позже и чего это вообще оборудование турецкое оборудование мисбаха технологии компания проект интересно по проекту вы его где-то сами разрабатывали заказывали турки делали совместно с турками разработали проект индивидуальный проект вы сказали полгода разрабатываю разработку проекта самого здания что где как будет стоять чтобы мы потом могли получить стандарт айсо 22000 под это мы строили когда мы достроили начали работать мы поняли то что этот мясокомбинат для работников все очень удобно легко кроме ножей ребята ничего не поднимает тяжелого ничего не поднимает и мы не позволяем все у нас висит все по камерам путями супер-супер-супер если не секрет а сколько денег обошлось строительство такого мясокомбината можно алексей не надо хорошо не будем другой вопрос тогда государство каким-то образом участвовала в помощи в постройке за договоры с турками ну с турками мы переговоры сами делали а государство нам помогло при строительстве при оборудовании при растаможке оборудования насколько вы знаете большие средства уходит только оплатить на растаможку налоги а государство именно на эту линию посмотрев проект потенциал этого проекта освободили нас от налогов мы привезли до помогли там очень хорошо какие молодцы да и есть еще государственный банк называется айлбанк они сам сейчас хорошие партнеры мы с ними давно с ними работаем больше сировали до больше шести семи лет с ними работаем они профинансировали поверили нас если давно работаете туда а эта комната забыл сказать открывать не будем эта комната для для сомнительного вдруг туши сомнительно пока лабораторного анализа не будет мы туши суда загоняем мы можем это также по рельсам играть и отогнать здесь дальше уже вид врач говорит куда какая туша куда должна уходить понятно он ставить печати он заполнять бумажки мы еще разработали новый проект автоматизация производства ребята в течение двух месяцев будет полностью ходить планшетами так и что они будут делать учетом не разделаешь тушку планшета вид врач имеется вид врач завсклад охрана они каждый свою позицию будут заполнять заполнили заполнили и отчет онлайн супер бухгалтерия склады технологи лаборатория уже все знают то что скот уже забивается и каждый же ждет свою страницу вид врач заполнил нажал принять и дальше уже переходит за складу за ска дальше собирает принять в бухгалтерию до все онлайн-система будет мир мухаммед скажите пожалуйста вообще сколько таких предприятий сколько таких мясокомбинатов в республике в республике данный момент он один из первых ну не то что одесса он 1 1 да ну сейчас еще строится еще один строится я не знаю на какой стадии они уже много кто приезжает смотрит надеемся тоже туда перенимать опыт и надеемся то что мы с партнерами или франшиза будем ставить по каждым областям такие проекты то есть вот у нас сейчас будут снимать шкуру до взирать шкуру давайте на это посмотрим то есть копыта у нас уже отрезаны ребята сейчас будет сдирать шкуру то есть сейчас барабан будет дирать шкуру у нас через цепью закрепляют за шкуру у нас же технология по-другому у продюсов мы любим жир за границей жир не любят и сдирает сам барабан полностью а у нас принято так чтобы жир оставался на туши туши да да и сейчас видеть заметили мы могли бы полностью барабаном сейчас убрать но у нас менталитет и культура наш этому не позволяю могли бы барабаном дернуть и вся шкура бы ушла 5 секунды жиром 5 секунд дернули бы а так уходит где-то до минуты то есть ребята сейчас под подрезают оставляя жир до вот так вот здесь заметили цепи держит передние руки передние до чтобы она туда не ушла да 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 один у 1 пневматика педаль у одного а у 2 барабан а то есть педали он барабан же должен крутить да ребята потихоньку сдирает до лопатки потом он барабан собирает а увидел он потихоньку спускается а это потихоньку уже собирает шкуру да 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 они чувствуют друг друга да в паре работа в паре сейчас мы пойдем с обратной стороны посмотрим так вы поделили хвост а теперь я вижу да вот жир должен остаться здесь да видите ребят сырали же собираем да вот по идее барабан вот он бы снял вместе выграем так вером да но но ребята тут старается ставить но как конечно мясо пойдем с зерком да сейчас посмотрите чуть-чуть сюда станем а сейчас сейчас этот брызгать будет все шкура готовая да да шкура готова уже дальше по линии на барабан намоталась сейчас пошел барабан в обратную сторону чтобы шкуру по линии вот так вот что это за корова была это корова помните холодильник показывал hunter молодая корова где-то 4 4 3 4 годика 3 4 года на молодых забиваем для рудника ну а где вы ее взяли на рынке ребята привезли с рынка на забой да на забой мы закупаем у ряда у фермеров нет он должны закупать как бы этот мясокоминут построен для людей то есть не только чтобы самим деньги заработали да и другие удивил других возможно они в последнюю очередь для того чтобы жители окрестных сел могли зарабатывать деньги так сейчас у нас идет здесь раскрывает ножом потрошение ею да да у нас основная часть работы начинается после обеда после обеда это эти ребята дежурные остались понятно можно сказать практически для нас специально да нет не специально мы у нас забой с утра начинается дежурные двое только работает после обеда потом ребята подходят уже конверность да сколько человек здесь работает всего здесь всего 20 работы на 20 человек до на данный момент вот каков уровень зарплат сколько люди получают и выше среднего выше 3 здесь выше среднего ну выше среднего это сколько ну среднем если зарплата 20 для здесь регион 20 25 здесь средний 20 25 да у вас зарплата выше выше идет у нас я понял отлично смотрите это тушка коровы да вот у ней ровная спина а у яка прогиб есть до позвоночник по да то есть так будет яка разделывать у нас разделка чуть-чуть по-другому в крыса не лопатка отдельно идет шейная часть отдельно грудная часть отдельно ребра каждая вырезается каждое ребро или ляжка делится на 6 мажор до позвоночники тоже полностью мы раскидываем где-то получается куски по полкило по 300 грамм куски вот эта вся туша разделяется часто ее будут делать нет попозже мы же его только забили он парной до вечера он простоит холодильнике потом будем разделывать и завтра утром уже клиент забирает понял мы сейчас вводим новую культуру чтобы мы наше население не кушал парной нас а выдержим на сутки как минимум сутки ну да просто я говорю в россии вот я уже говорил что сейчас люди едят мясо выдержанное и неделю и 10 21 день норма для стейков да а сутки самый раз а мясо вообще можно потреблять через два часа после забоя да да а мы стараемся чтоб мясо отдохнуло и было мягче чем обычно понятно здесь сейчас идет достаем и кишки внутренности у коровы сколько такая тушка весить примерно 200 220 это же корова до заказа у нас упал на корову только сегодня на заказ на буков нет у нас коровы идут то есть вы забиваете под заказ получается а сколько в день вы можете забивать скота не в день у нас смена 8 часов 120 мы можем забить за смену 8 часов 120 голов вы можете за гига понял и они заказали ведь по-другому раздел куда на разделку по-другому они сказали чтобы мы именно вот эту часть оставили где ляжки передок не давали а вляшку перекинали и ваш клиент может сказать сделайте мне так да как им удобно как им удобно видите эти извините в российский да сиськи они тоже попросили оставить вот так вот так ну ладно не будем мешать да будем двигаться дальше хорошего дня вам удачи вот здесь ждут свои участия эти животные здесь для баранов да с правой стороны у нас для баранов здесь коровы яйки до яки 2 и яки тут у нас на заднем плане ну что ж друзья мои это жизнь такая ух какие красавцы там у нас стоят это они мы мы говорю это вчера клиент привет высота четыре с половиной тысяч четыре с половиной тысяч но мы снимали там орден я не помню где мы снимали где мы снимали яков кто скажет алайском районе алайском районе до очень вкусное ячье мясо здесь у нас просто навес получается да да здесь коровы стоят по технология сутки должна не стоят выдержаться без корма без корма только вода только вода да она вода видите здесь у нас слив такой наклон такой идет двух сторон отсюда сюда отсюда туда ребятам чтоб удобно было чистить они просто собирает все суда и лопатой туда уходит там у нас септик септик да угла полно септик а именно на ос мы отдельно собираем на тачках вывозим собираем в одно место потом дальше его по полям раскидываем мы соберем на ферме посмотрите как раз в комплексе там будет понятно а это у нас подачи барана да поэтому конвейер уйдем мы здесь чуть-чуть шире сделали для того чтобы человек стоял и мог брать внутри стоит человек человек вот здесь стоит оттуда бараны выходят заходят и он подает туда а там сразу же забивает и в линию отдает дальше скажите пожалуйста забой у вас как происходит по мусульманскими дологиях халяль забыл сказать показать сертифицированный сертификация ответствия крестьянское хозяйство рейна кенщи джидийский адрес все как положено руководитель ока ксм это этот крыгостандарт называется они дают нам сертификат и руководитель руками это этот если я не ошибаюсь с духовенства из мечети совместно с мечети имам приходит и эксперты скрыл стандарт приходят осматривает собирают пакет документов полностью тест на оборудование смотрят как забой и потом выдает вот этот халал сертифика на отлично здесь душевые для ребят мы всегда просим наших ребят и не то что просим даже заставляем их чтобы перед работой они принимали душ и после работы тоже так как кровь скот всякое бывает и туалет удобство и раздевалки штавчики да 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 отлично человек пришел поработал душ принял переоделся и пошел домой да и пошел домой здесь мы цветы пока поставили а так планируем зимой холодно будет для наших клиентов будет здесь кофе-кофе машина чай и у нас порезь шикарный она бы повар она готовит выпечки мощные мы идем столовую насколько я понимаю да и по ходу посмотреть вот еще раз сверху мы можем глянуть у нас получается что с трех сторон да можно обойти с той стороны весы и спинную часть туши с этой стороны уже переднюю часть здесь у нас административный офис за склад менеджер технолог лаборатории у нас 4 комнат лаборатории лабораторию ключи у меня нет и мы я открывать не буду опасно как раз снимали поговорили про лабораторию в про ветеринарную лабораторию вот отсюда снизу да здесь уже клиент может открыть сказать не мог бы ты мне весы сказать то сказать не можешь откроем да можешь вот так вырезать как ему удобно выдавает кроме кошки давать вам рублях ли сумах ну без разницы в он высот самов это где-то 500 рублей то есть чтобы вот клиент мог здесь ходить смотреть и говорить как ему нужно до 500 слов мы ему четвертину делаем еще плюс 12 часов ходим храним холодильнике для него а где прибыль то это же ну мало нормально нормально кухня-столовая кухни-столовая приятного аппетита вкусно тут кормят расскажите пожалуйста заглянем к вам в тарелочку можно этот плов и очень рада устный салат вкусный плов может быть сейчас мы с нами все посмотрим оборудование но тут ребята еще и хлеб сами пекут да попробуйте обязательно попробую мне руки сейчас просто заняты попробовать хлеб домашние настя давай 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 там или вам вкусный дальний кусочек я пожую а вот и он острый да вот точно точно будем и мы вышли из столовой и куда двигаемся двигаемся давайте про эту комнату пока не вы мы еще здесь не оснастили здесь также душевые туалет душевые туалет мы же мусульмане мы принимаем и читаем намаз маней мы так комната для намаза да нет здесь для того чтобы перед намазом принять омовение потом здесь также для наших гостей потом эти ребята те которые желающие читать намаз то есть есть специальная комната вот она ком специальная комната для намаза это в азии на самом деле принято обязательно делать везде такие комнаты до сада работник пришел прочитал намаз спустился вниз переоделся дальше пошел работать друзья мои фермеру побывал на очень крутом и современном мясоперерабатывающим предприятие и самое важное что я услышал и увидел это то что во первых это крестьянское фермерское хозяйство во вторых здесь берут сырье берут животных на убою населения и эта услуга стоит совершенно недорого всего пересчете на рублей это порядка 500 рублей 100 рублей то есть убой до убое четверти на супер большующее спасибо нурмухамед за рассказ мы обмолвились словом о том что строите колбасный цех давайте чуть-чуть расширенно скажем колбасный цех у нас есть подвал 1200 квадратных метров там на следующий год планируем достроить колбасный цех конечный продукт все что из мяса возможно сделать мы собираемся делать и будем заниматься внутренним экспортом и экспортом другие страны когда планируете его запуск 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 мы пока не планируем мы планируем строительство и закончить именно этот подвал 1400 1200 квадратных метров запустить и посмотреть как пойдет я к тому что мы планируем приехать к вам в июне в кыргызскую республику я изготовьте пробную партию вашей колбасы из яков все-все я понял задачу будем стараться отлично друзья мои еще хотел задать вопрос кто работает здесь кто эти люди то есть это жители местные это все местные работники местные жители работают по 8 часов полностью нас асфальт социальные фонды налоговую мы полностью оплачиваем даем униформу питания и условия то что вы видели супер вот так вот друзья мои нужно развивать мне очень нравится что вот этот шаг от крестьянско-фермерского хозяйства в переработку а теперь еще и в производство конечных продуктов питания и при этом еще раз повторюсь сырье берут у местных местных жителей и местные же жители работают да супер еще раз желаю всяческих успех с этим предприятием мы не прощаемся сейчас едем мы смотреть скот со старшим братом айбеком агрокомплекс время кенч вот такие здесь фермеры бывают до новых встреч друзья сегодня а